Приветствую! Ну шо, мужики, сидите там и боитесь мобилизации? Ну вам не стыдно? Вы здоровые, бородатые мужики и сидите, боитесь мобилизации. Если шо, я с вами. А вот Ганна Маллер говорит, что в мобилизации ничего страшного нет. И она говорит, я не понимаю, почему вообще это так страшно. Вот война в стране, вот это страшно, а мобилизация, это ж вообще не страшно. Но, видимо, мобилизация никак с войной не связана. И в принципе, вот хотя Ганна Маллер не понимает, почему нам страшно, я понимаю, почему ей не страшно. Вот если бы я сидел в студии, будучи женщиной, да, и понимал, что меня никто никогда не отправит вот туда на переток, там, где действительно страшно, я бы тоже сидел такой, ну что вам страшно вообще? Ну что там страшного в той мобилизации, подумаешь? Ну что там может случиться? В принципе, да, ничего же страшного там случиться не может с вами. Ногу вы не потеряете, там, глаз не потеряете, голову не потеряете. Естественно, жизнь там потерять невозможно. Ну чего там страшного? А знаете, чего я не понимаю? Я не понимаю вообще того, что у нас происходит. Честно, я смотрю заявления наших политиков. Те рассказывают, что не существует тут русскоязычных людей. Другие говорят, что мобилизация не страшна. Третьи нам рассказывают о том, что не существует таких нацменьшинств, как русские в Украине. И, вы знаете, ты это слушаешь, и ты не понимаешь вообще, а что происходит. А может, я не знаю, может это я как-то неправильно реальность воспринимаю. Вот мне мобилизация страшна. Потому что я прекрасно понимаю, при том, что я понимаю, что это моя обязанность по конституции. Я не спорю с этим. Действительно это есть. Но мне страшно. А почему мне страшно? А потому что там можно потерять здоровье и потерять свою жизнь. И мне страшно. Мне страшно даже еще и от мысли о том, что там нужно делать так, чтобы другие люди теряли жизнь и здоровье. А лишать жизни другого человека, это страшно, потому что нас с детства учили, что так нельзя делать. А здесь это нужно делать. И понятно, это враг. Понятно, он заслужил это. Потому что он пришел сюда лишить тебя жизни. Но это не отменяет того факта, что это все равно страшно. И что ты получишь психологическую травму. И которая будет всю жизнь с тобой. И психологи это подтвердят. И вот мы получаем, что страшно разрушить свою психику, страшно потерять здоровье физическое, страшно лишиться жизни. Ну мне страшно. Вот я такой, мне страшно. Конечно, Малер, я понимаю, она больше мужик, видимо, чем я. Потому что ей не страшно. Она говорит, а что такого страшного здесь? Ну да, вот так, так сложилось. А мне страшно. А давайте поговорим о том, от чего не страшно. Вы знаете, у меня есть надежда. И надежда базируется на следующем. Когда я читаю новости, я отслеживаю тренды. Я смотрю, вот какие мысли запускают в общество. И в последнее время я вижу, как окреп тренд, который, как мне кажется, запускают люди, силы даже, да, политические силы, которые хотят окончания боевых действий. И этот тренд, он, знаете, с чем связан? С правдой. С очень неприятной правдой. С правдой, которую нам не говорили, которую мы боялись сказать, а сейчас она вышла, вот, да, и вы, наверное, это заметили. А какая это правда? Нам говорили, что мы самая крутая армия в мире, и мы можем навалять сейчас всем эгэгэй с шашкой на голо. Мы сейчас всем добежим там чуть ли не до Урала, все захватим, всех победим и все. А сейчас нам говорят, что, ну, а мы не такая большая армия. А оказывается, вдруг оказалось, и Анна Малер сама сказала, что армия РФ, она больше. А это значит, что у нее не только людей больше, и оружие больше. И здесь возникает вопрос уже, а как мы сможем победить армию, которая больше имеет солдат, больше имеет оружие, чем наша армия. И все это ведется к тому, что нужно заканчивать этот конфликт. И заканчивать его не военным путем, а политическим путем. Потому что военным путем, так как хотелось бы нам всем, ну, нам уже открыто говорят, что нет сил закончить его так, как хочется, да, выйти на границы 91-го года. Чтобы, опять же, там, установить какую-то, не знаю, там, санитарную зону, что ли, там, ППО, чтобы к нам сюда ничего не летело, и все. И таким образом это прекратить не получится. Вот что нам говорят уже. И приходим к тому, что война, любая война заканчивается политическим путем. И вот здесь у меня появляется надежда, что когда вот этот тренд вышел, а он шел постепенно, он постепенно наращивался. Мне кажется, вот еще с весны потихонечку, потихонечку вот эту правду начинали запускать в общество. И начали запускать через блогеров, причем через солдат, причем через всех тех людей, которые, ну, никак нельзя обвинить в том, что они там какие-то пророссийские, да. Но начали говорить людям правду. И я в этом для себя нахожу некую надежду на то, что таким образом общество готовят к тому, что боевые действия будут, ну, как минимум заморожены, да. Вряд ли сейчас мы получим тот результат, который бы нам всем хотелось. Но даже если эти боевые действия будут заморожены, это хотя бы будет означать, что наши с вами сограждане, украинцы, перестанут ежедневно погибать. И в этом смысле это хорошо, потому что ничто так не ценно в Украине, как жизнь украинца. И это записано, кстати, в Конституции. Это не просто там моя мысль, да. А у нас записано, что людына и житя и наивысшую социальную ценностью. И у меня есть надежда, что все-таки политики уже приходят к тому, что должны быть какие-то, ну, если не прямые переговоры, то контакты через посредников, как мы сейчас это видим, там, по зерновой сделке, да. Вроде бы напрямую мы переговоры не идем, но зерновая сделка есть, да, потому что через посредников, через третьих лиц это все решено. И я очень надеюсь, что то, о чем я говорю, это не просто мое больное воображение, а это то, к чему мы идем, и что война закончится в каком-то ближайшем обозримом будущем, и конфликт будет улажен политическим путем. И наши с вами люди, наши с вами сограждане перестанут погибать в этих боевых действиях, чего очень бы хотелось. И вот традиционно, наверное, все, буду заканчивать. Традиционно хочу пожелать вам удачи, благополучия и мира скорейшего, как можно скорейшего прихода мира в ваши дома. Пока-пока.